Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья, с вами Казуков Эмали и мы начинаем проходить Макс Пейн 2, продолжение первого Макс Пейна. В принципе, присаживайтесь поудобнее, готовьте чаёчек, кофеёчек, не забывайте про лайки, а мы начнём самую интересную и необычную группу, от которой кайфуешь, самая лучшая часть Макса Пейна 2, среди трилогии, так что приступим, надеюсь меня будет слышно. Вот, в общем, погнали. Всем приятного просмотра, ребятки, давайте. Ну, готовьтесь и погнали. Чёрт, не вышла из меня сильная женщина. Они все мертвы. Любовь убивает. Любовь. Что я могу сделать? Прошлое как провал. Сколько ни беги от него, бездна за спиной будет только глубже. Всё страшнее, всё ближе. Выход один. Заглянуть туда. Мы на месте, повторяю, мы на месте. Словно заглянуть в собственную могилу. Проверить местность. Не стрелять. Словно поцеловать дуло пистолета, где пуля дрожит от желания снести тебе голову. Больница. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения. Зрачки расширены. Травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию. Быстро. Не реагирует. На нём вообще живого места нет. Мы его теряем. Сегодня я очнулся в больнице и подумал, что хуже быть уже не может. Потом открыл глаза и всё вспомнил. Она была мертва. Боль. Моё преступление зияло за спиной чёрной бездны. Прочь. Бежать. Бежать как можно дальше. Мир рушился. И я вредил. Прочь оттуда. Мы на месте. Прокомнись. Макс Пей. Макс. 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 С тобой наконечен. Макс. Прости. Макс. Типа, типа ничего. Чего ты от меня хочешь? Хороший у него Блюкина. У меня в голове было пусто. Дырка от пули вместо всех ответов. Возможно, я не хотел ничего знать. Я хотел разбить себе череп и вырвать оттуда двое. Гребаный звонок. Что там такое? Графика тоже во вторых. Это Дон Пейна. Это доктор Магделана, неотложка. Освободили боеву, которую я резервировала. Сотрудница, которую мы ждали, скончалась по дороге. Её везут в морг. Кому-то не повезло. Пейна я уберу. Считайте он вдруг. Полиция Нью-Йорка. Не с места. Нашёл его. Так. Здесь ничего, да? Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Назад, Пейнс. Уинтерсон. Пейнс. Пейнс. Идем. Пейнс. Две жухи тут, конечно... Так... Чего? Тут же ни хера ничего нету. Нет, тут тупики. Люди, зерки и... ...санитаров. Плать, плать. Думаю, я умер. Думаю, я мертвый. Я не знаю, не знаю. Смерть грядет. Смерть. А ты здесь? Уходи, уходи, уходи. Я сделаю тебе больно. Я сделаю тебе больно. Они сказали, что я сбежавший душевно больной. Диагноз? Параноидальная шизофрения. Ты не в своем уме. Ты болен. Тебе нужно есть таблетки, чтобы вылечиться. Они лгали мне, что я убил свою девушку. И Джон Зеркал смеялся надо мной из зеркала. И там еще был фламинго. Зеркала намного интереснее телевизора. Зеркал сказал, моя девушка теперь с ними и служит зум. Она выкрасила волосы в рыжий. Я разбил зеркало. Я убил бы их всех. Минута рекламы и наша программа снос. Интересно. Получается. Так. Парайди. Брэнди, золотое касание почувствует из себя богатым. Привет. Здесь свободно? Брэнди, золотое касание. Золотой. Брэнди, золотое касание. Брэнди, золотое касание. Эй! Никуда ты отсюда не уйдешь. Что случилось? Это твои круг дела. Отдел внутренних расследований пишет мне в затылок. Это ты? Ты убил ее? Нет, я не могу. Твою мать! Что за? Просто доходишь. Будешь только бегать по кругу. Пока не упадешь в ту самую пропасть, из которой пытался выбраться. Только на этот раз она будет еще ближе. Так. Хорошо. Значит, мы, короче, что-то возобновили, да? Такс. Я пытался убежать от прошлого. Перечеркнуть его. Уинтерсон была мертва, а я стал убийцей. Нет, неправильно. Началось все до больницы. Тогда роковой шаг уже был сделан. Мосты сожжены. И дальше было только хуже. Вспоминать точно собирать разбитое зеркало. Осколки режут руки. Отражение дробится. Сам меняешься. Так можно сойти с ума. Или обрести свободу. Вы там. Срастайте оружие и выходите с поднятыми руками. Вспоминаешь какой-нибудь пустяк. Не пошел сразу домой, заболтался с коллегой и видишь, что это, оказывается, был выбор. Оцепить здание. Перекрыть все выходы. Целую ее. Я думаю, как жесток закон причинности. И где подкрепление? Звони в центральную. Всех, кого можно сейчас же сюда. Мне страшно. Но я снова с самого начала прослеживаю свой путь к месту преступления. Так. Я жаждал понести наказание. Но Альфред Уоден сдержал слово. Смешно сказать, его трудами я вышел из боя не без потерь. Даже героя. Благодарить было тошно. Я бросил отдел по борьбе с наркотиками. Вернулся на прежнюю работу в Нью-Йоркскую полицию. Сообщение о стрельбе на складе. Подтвердите. Принято. Еду. Вас поняла. Детектива из отдела убийств туда не звали. Но адрес был знакомый. Хозяин склада Владимир Лем. С этим представителем преступного мира мы были давно знакомы. Словно братья по разные стороны баррикад. Так он однажды сказал. Дайте подкрепление. Они вооружены. Возможно есть заложники. Двадцать минут. Подкрепление начинает. Я иду внутрь. Так. Спрошу я ничего сделать. Мэйлен просто следил за дорогой. Не глядя в зеркалость. Я решал мелкие проблемы. Проследовал преступление. Пожалуйста. Сдохни суда. Стоять. О нет. 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 О боже. Шарон. Милая моя. Нет. Нет. В ночной тьме дик судья. Отчаявшийся полицейский вне закона. Брелку до глаза глядя. Его подс... Полиция. Эй, полегче, полегче. Я тут просто убираю. Все по закону, все слова. Я работаю на фирму Чистка до Блеска. Ты не слышал сейчас ничего подозрительного? Вроде нет. А, стойте. Вы имеете в виду сверху, из оружейной мастерской. Отведи меня туда. Живо. Конечно, если вы так этого хотите. Знаете, клевая у вас копов работа. Все, что от вас надо, прибыть на место преступления, немного осмотреться, убирать всю грязь, мозги, кишки и дерьмо приходится нам. Я детектив. А, тогда вы понимаете, о чем я. Вам достается всеобщее уважение, а нам что? Точно. Ну да, вы понимаете, о чем я. После вас, дотеки. Мутный тип. А, детектив. Вот кое-что для вас. Надо быть... Преступники переоделись в игольчиков. Так. Куда нам, че, как? Вообще-то я человек мирный. Вот так же меня бесит, когда они так делают. Это неуважение. Вот что это. Мы пытаемся навести здесь порядок, а эти недоумки весь пол кровью заливают. Не, это все и дело. Надо убивать их как-нибудь так, чтобы крови не было. Газом травить или ядом. Или еще как. Дальше. Каушман ждет в фургоне. Пушки тоже уже там. Как только ребята разберутся с этой Джеки Браун, мы сваливаем. Ладно. Тогда я соберу ребята, посмотрю, чтобы все было убрано. Тела, кровь, отпечатки, волосы, обоймы, гильзы. Когда мы отсюда сурали, копам не останется ни одной улики. Чисто как в аптеке. На вид это было похоже на оружейный сгон, только обчищенный. У нас в ответчике было сообщение. Это Энни Финк. Я не могу подойти, так как собираю разные убийственные штучки. Оставьте сообщение после сигнала. У вас одно новое сообщение. Энни, душка, это да. Быть оружием в твоих нежных руках – все, о чем может мечтать мужчина. Извини, я не смог прийти, как обещал. Возникли проблемы. Не волнуйся. Наследи, чтобы никто к тебе не забрался. Если с тобой что-нибудь случится, хоть что-нибудь, только свистни. И я буду у тебя. У вас нет новых сообщений. Такс. Я же сказал тебе сесть. Хватит трепаться, окончай с ней. Эй, на нас же напала эта шпана. Вы их перевели. У меня нет к вам претензий. Слушайте, я работаю на Владимира. Ни на кого ты, крошка, не работаешь. Что вам нужно? Мы можем... Полиция, бросить оружие! Пришли я. О, нет! Как и все плохие события в моей жизни, это началось со смерти женщины. И я не мог ее спасти. Саним, не дай ему уйти! Уйди! А-а-а! Все, надо сворачиваться. Каукман говорит, нам пора емнуть. Не дайте ему... А-а-а! А-а-а! Голос Джо Барбара, походу, был. Ну давай, давай! Ну давай! А-а-а! А-а-а! Ну давай, давай! Мона? Макс, нам пора перестать встречаться таким образом. Мона! Син! Если ты думаешь, что тебе ничто не грозит, это просто самообман. В лучшем случае, ты просто умр. Молния может оживить тебя без предупреждения. Подкрепление прибыла, но уборщики уже утирали со всех. А-а-а-а! 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 А-а-а! А-а-а! Их-я! Их-я! Езжай! На! Ты в порядке? В порядке, чем поделим? Слушай, мы все-таки вместе работаем. Плохо работаешь, Плей. Ее убили у тебя под носом. Халатность, вот что это такое. Я старался вести себя профессионально. Но все изменилось, когда подошел тот лифт. Открылись двери, и появилась Мона. Энни Финн изготавливала оружие и торговала им совершенно законно. Хозяин склада Владимир Лэм. Там были три семьи. Во-первых, те трупы, связанные с русскими бахом. А работодатели Финны? Во-вторых, мафия. И, наконец, это публика в комбинезонных уборщиков. Они говорили про какого-то Кауфмана. Гнусная история. Причем, худшая впереди. Не нравится мне это. А мне тем более. Пейн, возьмешь этот дверь. Уинтерсон, тебе убийство Себастьяна. Мечта газетчиков. Сенатор. Уинтерсон была идеальным детективом. Образец для подражания. И бравура это знал. Нам повезло. Есть свидетель. Она стояла за моим плечом, шепча советы. И я не хотел ее слушать. Уинтерсон подозревала Мону. Я не стал говорить, что ее видел. Решил их запутать. Может, из-за того, что она осталась жива, когда все вокруг умирали, я меньше чувствовал себя виноватым. Аппарат детектива Интерсон? А ну, дайте сюда. Ваш кавалер. В компьютерных досье не нашлось ни фирмы чисто до блеска, ни Кауфмана. Я поехал к Лабе узнать, что он скажет. И сообщить про гибель Энни Филла. Влад купил старый клуб Рагнарёк и собирался устроить там модный ресторан водка. С появлением Моны что-то сместилось. Начался психоз. Я был рад ей, но до ужаса боялся, что оставшееся в прошлом зло снова настигнет меня. Ага, вот. Влад! Макс! Сос! Тут плохие парни с большими пушками. Меня окружили в холле. Мне нужна помощь. И чем быстрее, тем лучше. Нужно было как-то добраться до Влада. Я не мог ждать. Дело начало выходить из-под контроля. Я пошёл через заднюю дверь. Из углов вставали воспоминания о первом визите сюда. Под свежей краской чувствовался запах плесени. Дамы и господа. Позвольте представить нам Макса Пэйна. Он первый в Нью-Йорке по количеству убитых преступников. Дорогие гости, приготовьтесь умереть. Макс, я бы с удовольствием вышел встретить тебя. Но я сейчас не могу дарить. Я прятен со столом отцу. Они хотят драки. Они её получат, а толстяк? Они получат, на что нарывались. Теперь осталось только найти этого ублюдка с микрофоном и заткнуть ему двоять. Ага, выключить его из розетки. Та что он за чушь там несёт? Хе-хе-хе, я почёг знаю. Что за... Кто-то разговаривал по другой линии. Хм. Интересно. Так. Заткнись и оставайся в живых. Я уже иду. Макс! Слышали его? Он идет за вами. Макс, эти умники стреляют из рук вон плохо. У тебя не будет с ними никаких проблем. Макс, эти умники стреляют из рук вон. Макс, это я, Макс, друг Владимира. Шеримф не хочет сделать меня своим помощником. Пойдем вытащим твоего босса, пока он нас до смерти не уболтал. По атаку! Так, подожди, а там что-нибудь есть? Ни хера ничего, да? Ну ладно, погнали сюда, наверное. Вечное проклятие капитана Бейсбольной. Они сами напросились. Ты просто иди по следу. Отличный сериал. Очень смешной. Бейсбольная бита. Ты урод поганый. Чтобы спасти ее, капитан должен пробиться сквозь полчища прислужников демона, жук их демонов, зомби из глубин космоса. Бабы заняты? Бабо! Мать! Вау! Отличный удар! Капитан Бейсбольная бита попал точно в цель. Но сможет ли он найти логово демона Максвелла, прежде чем закончится игра? Это вы узнаете в следующей серии приключений капитана бейсбольная бита. Мои дорогие друзья, позвольте представиться. Владимир Лен. Приглашаю вас на торжественное открытие моего ресторана «Водка». Мои дорогие друзья. Так. Господи, боже мой, апокалипсис сегодня. Здесь серьезные стволы. Потише, потише. Просто забирай все, чтобы им ничего не осталось. Смотри в оба. Они коварные, эти русские ублюдки. Уинтерсону хитрилось бы сделать это красиво и аккуратно. Логика подсказывала, что подкрепление уже должно быть в пути. Кто-то наверняка слышал выстрелы. Логика, как обычно, удала. Мы их достанем. Давай наверх! Так, я люсь за зуб, вот как надо это делать. Они вырубают одного из нас, мы вышибаем их вся. Хе-хе-хе. И что тут можно сделать? Вот у нас Винни, а он больше занят своими игрушками. Наше дело оружие. Наше. И не плевать, кто там думает по-другому. Мы занимаемся оружием. Ладно. И что ты можешь сделать? Так, сейчас, секундочку. Что за... Тебе не... Тебе не... Тебе не... Тебе... Макс, друг мой! Мне, конечно, весело! Но патроны у меня не бесконечны. Давай вживей, а? Дерьмо. Черт! Зановище! Трос! Ты трогай! Плохо дело. Может быть, уже было слишком поздно. Черт! Черт! Убейте его! Убейте этого русского! Убейте его! Ха-ха-ха! Я результатирован, Винни! Это ты, что ли, учил их стрелять? Да ты должен... Убейте его нахрен! Мы идем, вон! Давай же, Винни! Они идут за тобой! Ты их слышишь? Брось, Винни! Это тебе не про зуба! Винни! Винни! Держи, Винни! Мать твою! Да ты еще даже не попытался! Держись, Влад! Макс! Я иду! Винни! Мать, опять он! Что вы стоите? Отрушите его! Замочите этого гребаного копа! У вас руки трясутся так, что вы и в грузовик не попадете! Заткнись! Заткнись и сдохни, русский! Эй! 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 Винни! Винни! Гоните! Преступный гений! Убирая из всех конкурентов в подпольню торговля оружием! Мелкий бандит явно подружился с тем, кто покрупнее! А ты сам чем кормишься? Напомни! Корни перевоспитался, честная пионерская! С моей водкой ни один ресторан не сравнится, а золочущая! Эй! Она не была потрясающая, а ее убили не за гроз. А руку тебе сейчас задели? Нет, вчера. Не присоединишься? Сделаем вид, что я при исполнении. Вот мы и дома. Где-то в ночи словно открылась дверь. Донеслось эхо прошлого. Чудовище в бездне моего разума опять пробудилось. Когда закрываешь глаза, смотришь в себя, в темноту. А теперь адрес неизвестен. Я давно не спал, а когда засыпал, мне снились кошмары. Я был в плену кошмара. Злой двойник увел мою девушку. В дурном сне что ни делай, выйдет несчастье. Я гнался за ним и попал в мрачный параллельный мир, в город Нуар-Йорк. Я просыпался ночью в страхе, что день — это просто сон. Моим двойником был Джон Зерка. Он был дьяволом, воплотив падшим ангелом. Плоть падших ангелов. Он был серийным убийцей. За свои убийства он подставил меня. Я прятался в дешевом мотеле. Однажды ночью меня разбудил стук в дверь. Кто-то просунул под дверь записку. Это была улика. Я погружался в тайну в тщетной попытки поймать его, найти мою девушку, спасти ее. Опять подобные глюки. Так. Макс. Макс. Макс, прости, что разбудил. Крошка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивал? И тут Макс. Ты ну знаешь Макса? Я тебе позвоню потом. Я люблю тебя, крошка. Пейн, дам. Аня познает, что ты знаешь. Тебе нужно решать. Макс, Пейн, брось оружие и выходи с поднятыми руками. Это последнее предупреждение. Шевее, Пейн, и мы будем стрелять. Убейте его. Стреляйте на поражение. Тебе не нужен адвокат. Просто расскажи нам, что ты сделал. С тобой покончено, Пейн. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Что ты скрываешь? Она жива, да? Люди рядом с тобой умирают. Ты убил свою семью. Ты убил им все. Сознайся. Я могу сделать один телефонный звонок? Уже сделал. Не испытывай судьбу. Сядь. Положи. Когда просыпаешься, мир в тумане. Что во сне было ясным, оказывается бессмыслицей. Никаких чудес. Никакого волшебного спасения. Но ты хотя бы не спишь. Меня разбудил стук в двери. Мона так и знал, что ты появишься. Макс, я не по твою душу. Войти можно? Ты в опасности. Я тоже. Нас обоих заказали. Никаких нас. Я бы должен тебя повязать по подозрению в убийстве. Я прикрывался полицейским значком. В жизни все случается не так, как ожидаешь. Снайпер! Они нашли меня. Приходить сюда было ошибкой. Подожди, Мона! Она разбудила меня. Пришла и ушла. И теперь меня стреляли. Мне нужно было поймать ее и узнать, что происходит. Тебе конец! Тебе конец! Уходите. Дома никого нет. Я вызвала полицию. Они вас заберут. Дверь была забаррикадирована с другой стороны. Душнее. Убирайся. Убирайся. Никто меня не высадит из моего собственного дома. Поосторожнее с ружьем, леди. Детектив из 304. У меня есть еще одно. Хотите? Ха-ха-ха. Я не хотела стрелять, но он не оставил мне выбора. Это мой дом. И у меня есть право его защищать. Да, никто не спорит. И дед, и дед, и дед, ты бы второе охранил. Ну да ладно Миллор Миллор, я... я... Это так сложно Миллор Я пришла, чтобы видеть вас, но теперь я понимаю, что это была ужасная ошибка Миллор, нет, конечно Миллор, я должна идти Если нас увидят вместе, ваша репутация будет погублена Миллор, останьте Миллор, простите меня Миллор 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 Макс Хит возвращается. Нет, включи обратно, а то они услышат. Они следят за мной, они слушают, они за всеми следят. Если выключить телевизор, они услышат. Передача, передача им мешает. Да, белор, нет, миледи, включи обратно. Каффман хочет, чтобы все было шито-крыто. Давайте найдем этого парня, хлопнем его и подохнем. Сохни! Как мило с вашей стороны, юноша, проведать старую даму. Я просто проходил мимо, мэм. Какой славный юноша. Не то, что те наверху. Они говорят, что делают ремонт, но что-то там слишком тихо. А мне выписали таблетки. У меня болела нога. Ну, сейчас уже все прошло. Возьмите их, дорогой мой. Вам полегчает. Они в ванной. Если уж вокруг столько уборщиков, то здесь могло бы быть и бач. Я слышала, как они разговаривали в коридоре. Ходят. Нас везде суют. Помню, как мы с моим Беном летом в деревню ездили. Или я это по телевизору видела. Так. 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 Я нашел убежище снайпера, битком набитая аппаратурой для наблюдения. Они следили за мной целые дни, недели, возможно даже месяцы. Каждое мое действие записывалось и анализировалось. О таком доказательстве мечтает каждый параноик. Дом там, где тебе хорошо. Все просто. Это тебе не кино, где герой всегда обезвреживает бабу за секунду до взрыва. Когда-то давным-давно в пригороде стоял дом. Он откроет дверь и тут баба. А теперь от него ничего не осталось. Мне не нравилось, как эти уборщики делают свою работу. Да, видимо никому бы не понравилось. Так. Отдавьте мне сообщение. Эй, где тебя носит? Опять опасно. Слушай, это отмазка про бессонницу, стара как мир. Я знаю, кто кого тебе. Просто хочу помочь. Сходи со мной на собрание анонимных алкоголиков. Спасибо, что позвонили в опасные связи. Чтобы выбрать девушку, нажмите кнопку Кэнди 1, Сэнди 2, Мона 3. Вы нажали 3 и выбрали Мона. Привет, это Мона. А как тебя зовут? Мне просто нужно с кем-нибудь поговорить. Милый, это секс по телефону. Здесь только и делают, что говорят. Да, точно. Это... А как вы помогаете в таких случаях? Что вы делаете? Я думал, это поможет, но стало только хуже. Просто скажи мне номер своей кредитной карты, и я буду слушать тебя всю ночь. Я убил всех, но стало только хуже. Это не вернуло их. Эй, ты что, псих какой-то? Извини, это просто... извини. Так. Ого. Моточки. Это обновь Здесь он. А-х-х... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-о-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а 1 к0-0-0-0-0-0. rounded Так, наверх Чтобы пройти, мне был нужен код За дверью были большие квартиры Специальные, а не улучшенные планировки Это психи, помогите, они хотят убрать Спасибо, парень, ты меня спас Они забаррикадируют дверь снаружи Ужасные времена настали Диктатура уборщиков Точно, а другой выход есть? Через крышу, как голубь Тебе нужен код от седьмого этажа Его, этот Ну, этот, двор Бедный этот Эти безумные уборщики Портят ему все дело Ага Такс А это куда ведет Понятно Что ни хера ничего не понятно Так Ладно, чувак Не будем тебя трогать Занимайся своими делами Полиция Нью-Йорка Мне нужен код от двери седьмого этажа Да, да, я его знаю Сейчас А, вот Шесть, шесть, семь Сразу за числом зверя, понял? Понял, понял Вот хорошо Оставайся здесь Ладно Смотрите, шесть, шесть, шесть Смотрите, шесть Смотрите, шесть Смотрите, шесть Субтитры создавал Dima Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такс Кого-то они грохнули Бедный мужик Так, стоп, а... Прям возвращаться обратно, что ли? Видимо, что да Субтитры сделал DimaTorzok Мы вновь возвращаемся к нашей передаче Два дня и две ночи, пунктовый сериал Здесь все серии Я заблудился в улицах Нуар-Йорка Город поглотил зерку и мою девушку Я был частью какой-то сложной и самостоятельной игры Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Крайным глаза Я постоянно ловил то тень за углом То блеск линь с бинокля в окне Они следили за каждым моим шагом С каждым новым убийством, которое совершал зерка План города менялся Как в движущемся леднике, с каждым новым выстрелом появлялась новая трещина. Я не мог искать дорогу обычными методами. Вместо этого я следовал кровавым знаком, что оставлял зеркал. А он не сводил с меня глаз. Прекламная пауза, а потом следующая серия «Адрес не есть». Так, ладно. Воу. Вот же гад. Че, прям вниз? Ну да. От взрыва начался пожар, но языки пламени не могли сжечь мое прошлое. Наоборот, тени за спиной все росли и росли. Мне нужно было спуститься на улицу. Ага, понятно. Я не слышал. Ублево. Всего х... Так, ну куда нам топать? Вниз или наверх? Здесь прошла мода, оставив за собой след из мертвых уборщиков. Ладно. Помогите! Пожар! Пожар! Вытащите! Спасибо. Я твой ночник. Тут-то и пойдет веселье. Не бойся. Я тоже служил в полиции, как и ты. Ладно, иди за мной. Да, я был копан. Это сгубило мой брак. Жена постоянно боялась, что со мной что-нибудь случится. Ну, короче, я надрывался, она меня бросила. Ну, и я начал закладывать за воротник. А кто мне начал? Меня уволили за пьянство. Спустили на меня отдел внутренних расследований. И привет! Во всем виновата система, толпа Ханжи. Карелгаз, идущие с ломкой. Я не могу пройти. Откройте дверь, ублюдки чертовы! Здесь люди! Уходите. Дома никого нет. Дома никого нет. Дома никого нет. Дома никого нет. Ха-ха. Хе-хе-хе-хе. Стоять, сволочи! Опа. И все. Алкаш выжил, проститутка нет. Жиза. Газовый вентиль был в подсобке. Я выключил газ, и пожар на третьем этаже больше не погиб. Отлично. Погнали тогда. Тап, подойди-ка. Ага. Тап, подойди-ка. Продолжение следует... Я убью тебя отсюда! Я тебя доставлю! Поехали! Поехали! Ух ты! Не знаю. Чего ты не знаю? Ух ты! Убейте пейда! Стормовали твою квартиру? Ты бы еще в яслях погром устроил! Что дальше? Набрал охапку стволов, одурел от компьютерных игр и устроил, понимаешь, тир на дому! Что вообще творится? Он имел в виду со мной. Забот у меня хватало. Уборщики на хвосте, да и Мона. Владимир Лем сказал, что за убийствами главарь бандитов Винсент Ганьите. Он в сговоре с кем-то еще. Может с уборщиками? Не знаю. Что-то не сходится. Если так, я теперь у Ганьите в списке. Я чуть не соврал браву. Внутренне оправдывался, что хочу первым без помех изучить улики, но это была просто отговорка. Встреча с Моной меня проняла насквозь. Пора было это признать. Сделалось важнее, чем задание. Она меня искала. Оставила номер. Опасно оставлять номер в участке. Отследи звонок. Он окажется из Гонконга. Уэндерсон. Я дам твой адрес. Только хвоста не приведи. Макс, что происходит? В смысле? Не делай глупостей. Мона жила в старом павильоне ужасов. Его построили по какому-то телесериалу 90-х. И забыли сразу после окончания сериала. Адрес неизвестен. Прикольно. Так. Я чувствовал, что это ловушка. Я чувствовал себя виноватым. Боялся, что меня поймают. Так. А куда нам топать? Сюда. Остановите его. Вон он. Остановите его. Ты не слышишь? Мы найдем тебя. Тебе не надо бежать. На входной двери не было замка. Я удивлялся, почему это место не кишило бродягами и бродячими псами. Что ж, ничего удивительного. Так. Кролики. Палать, палать. Палать, палать. Думаю, я не буду. Поднимем на носку. Ох, они. Она смотрит до суммы. Поднимем на носку. Смерть. Ощательно. Отстелуй. Уходи, уходи, уходи. Я сделаю тебе боль. Да я сделаю. Палать, палать. Думаю, я умер. Думаю, я мертв. Я не сужу. Зеркала намного интереснее телевизора. Она выкрасила волосы в рыбе. Прошлое не отступает. И ты везде видишь его искажённые отражения, как в перемотанном назад кино. И ненавидишь тех, кто напоминает тебе о прошлом. Хотя это всё только в твоей голове. Иногда аттракционы становятся бредовым отражением жизни. Если в такой ситуации можно сохранить чувство юмора, считай, тебе повезло. Но мне не везло уже давно. Или само место было не таким уж смешным. Павильон ужасов. Это туннель страха. Один ужас за другим. И выбор один. Пан, либо пропал. Это он. Он заставляет тебя задуматься о свободе воли. Неужели всё уже выбрано за нас? Я попал за декорацией. Конец пути был всё ближе и ближе. Ага. Когда я первый раз встретился с Моной, её сестра-близнец была убита. Это, наверное, похоже на безумие. На шизофрению, наоборот. Когда твоё второе я внезапно заволкает. Мы оба потеряли своих близких. Так это выход или что? А-а-а! Ты куда-то собрался, мой младший брат? Боже мой, Джек, в чём дело? Почему ты таишься здесь, в темноте? Ты что, ты что, следил за мной? Это не подавающий поступок для лорда. Вовсе нет, если я слежу не за лордом. Но мы сейчас говорим не о моих поступках. Куда ты направляешься в этот непристойный час? Кто сподвиг тебя на столь низкий поступок? Мама! Не вкутывай сюда наших родителей. Папа, уважаемый судья графства Йорка, почти уже отправился от болезни. И тут весть о твоей связи с этой деткой. Подумай только. Дочь пирата отняла у него последние силы. Какой здоровый! Папа из-за тебя вот-вот умрёт. И тогда я стану главой семьи. Учти, встречи с этой деткой не доведут тебя до добра. Ты угрожаешь мне? Я лишу тебя средства, Валентин. Это ещё не всё. Доброй ночи, брат. Это ещё не всё, брат. И это ещё не всё. Оружие и взрывчатка не оставляли никаких сомнений насчёт её родозанятий. Дверь Моны была заперта. Я мог бы постучать, но у меня возникло парноидальное желание обследовать всё вокруг. Как будто у меня был выбор. Знаешь что, Мона, певица тайник у дышной. Ты изменила тактику. Нам надо поговорить. Дай полотенце, а. Раз уж ты здесь, можешь прикрыть мне спину, пока я одеваюсь. Всё, что она мне рассказала, это что нас кто-то хочет убить. Судя по её поведению, в опасности был только я один. Нет уж, расскажи мне всё. Внутренний круг. И что? Тайное общество. Убирать всех, кто знает о его существовании. Да ладно, брось. Где доказательства? Я знаю одного человека оттуда. Он готов говорить. Альфред Воден? Нет. В любом случае, я могу отвезти тебя к нему. Угу. Интересно. Она явно сказала мне не всю правду. Пойдём. История круга восходит к древним масонским обществу. Они способны убить или купить кого угодно, хоть самого президента. А я-то думал, что теория мирового заговора вышла из моды. Мы на месте. И они тоже. Нет уж, оружие буду применять только я. Какой этаж? Они пришли за ним. Лифты управляются с помощью ключей от квартир из этого пульта. Они отключили почти все этажи, на которых находятся. Охрана включила сигнализацию, прежде чем их убили. Надо действовать быстро. Может, просто подождём полицию? На, держи. Нам нужно быть на связи. Ты управляй отсюда лифтом, а я пойду... Я иду наверх. Смотри, ты мужчина. У меня здесь есть два на этаже. Я тебя приведу. Окей. Кстати, а как ты выжила? Я видел, как пуля попала тебе в голову. Может, Аматам Астан? Помогает мне думать. Чтобы это сработало, я должен был ей довериться. Ладно, за работу. Удорщики впереди и слева охраняют дверь Коркарана. В другом конце зала. И спрашивает, к тебе или ко мне. А я спокойно так не отвечаю. К тебе, детка. Ну да, конечно. Я тоже вчера это кино смотрел. Послушал бы лучше. Может, научишься чему-то. А, как выставить себя дураком? К тебе или ко мне? Подумать-то тебе просто зарится. Останови... Прикрой меня! Дверь заперта. Попробуй крайнюю дверь справа. Около большой картин. В квартиру Коркарана можно попасть через балкон. Слушай, это что? Не врубаешься! Эй! Они убираются и в других квартирах. Коркаран сказал, что другие члены выживут в этом зоне. Угу. Ясненько. Ммм. Ничего так красиво. В какой-то степени. Да получается... Так, а сколько там уже, кстати, у нас? Сейчас я по времени посмотрю. Ага. Ну да, где-то столько. Ну ладно. Давайте, наверное... Вот здесь остановимся. Первое прохождение хотя бы сделаем такое. Всем до новых встреч. С вами был Казуков Эмили. Не забывайте про лайки, репосты, рассказывать друзей. А всем до новых встреч. Всем спасибо за внимание. Всем уюта, добра и тепла. Всем до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok